Человек в комментариях пишет, куда смотрит КМБ, почему данный гражданин что хочет, то говорит. Во-первых, я не оскорбляю ничего вероисповедания или национальность, не призывая никаким противоправным действиям в отношении власти. Говорю правду в отличие от тех депутатов, которые получают такие огромные бешеные зарплаты, при этом не делая ничего для граждан Республик Казахстан. К отдельным группам депутатов, которые ведут тикток страницы, еще при этом говорят о том, что что-то они когда-то будут принимать. Будто бы у нас президент недееспособный и остальная вся власть, что это депутат один решил изменить всю жизнь казахстанцев. В чем я не прав? В том, что я недавно общался с пенсионерами, специально ездил, разговаривал с пенсионерами, при этом выслушал их мнение по поводу того, что у них стаж от 23 до 28, до 30 даже лет они работали и получают такие нищенские пенсии. Это именно с их уст я услышал, что они получают нищенские пенсии. Я с ними полностью согласен и поддерживаю их в этом. В то время как отдельные граждане Республик Казахстан ни грамм нигде не работали, нету ни дня стажа, платили какие-то предпенсионные начисления и получают пенсии от 150 тысяч и выше. Разве это справедливо у нас Республик Казахстан? Разве это правильное начисление пенсии старикам, которые всю жизнь дали на то, чтобы наша страна процветала? За что меня привлекать? За то, что я сказал, что людям с ограниченными возможностями дают такую пенсию, дабы, чтобы они не размножались и не имели личного счастья и личной семьи? Что за пенсия? Он на эту пенсию себе даже обычного питания не может купить. А при этом у него тоже есть мечта, у него должны быть дети, у него должно быть подрастающее поколение. Он не виноват, что судьба у него так распорядилась, что он стал человеком с ограниченными возможностями. Разве на такую пенсию и возможно ребенка даже просто банально в школу одеть в первом сентября? До каких пор я должен молчать? Я, в отличие от тех граждан, которые в комментариях пишут, а потом выясняются, что они даже не находятся в Казахстане, переживая за Республик Казахстан, переживая за будущее нашей страны, видя то, какие чиновники сидят у власти и отдельные группы, как относятся к гражданам Республик Казахстан, к тем же журналистам, хочется просто сказать, что закрыть глаза и спросить просто у них. Вы что, пришли извне в Республику Казахстан править страной? Вам что, доверили это правление страной люди, которые до вас привели к разрухе Республики Казахстан? Вы от самых истоков независимости Республики Казахстан будьте добры выполнять все то, что обещали народу в своих предвыборных агитациях. Не стоит делить людей по социальным слоям. Все мы равны как перед Богом, так и перед законом. Поэтому я обращаюсь именно непосредственно к нашему президенту Республики Казахстана. Наведите, в конце концов, порядок. Дайте указ, чтобы пересмотрели начисление пенсии. Чтобы тунеядцам, которые никогда пальца о палец не стукали, делали заслуженную пенсию копеечную. А те, кто отдали свои молодые годы во благо Республики Казахстан, чтобы им нормальную пенсию давали. Что это за пенсия 70 тысяч тенге? За границей люди ездят, старики ездят в мир виде. У нас же максимум, что могут старики увидеть, так это после смерти тот свет и то, есть он или нет, еще под сомнением. Даже ученые в этом не разобрались. Будьте добры хотя бы о пенсии стариков и инвалидов, людей с ограниченными возможностями, позаботьтесь. Раз уже молодому поколению нету рабочих мест, не имея родственников и родственных связей. В чем я здесь и не прав? Не прав в том, что я здравомыслящий человек, у которого есть право на мнение, как гражданин Республики Казахстан?